Я обычно отвечаю на ваш вопрос. Сейчас я хочу поделиться своими соображениями в отношении ситуации, которая происходит в мире. Я, конечно, не разделяю панику многих людей, но, естественно, мне, как и многим другим людям, не хотелось бы заболеть коронавирусной инфекцией. Это, наверное, не самое приятное. Хоть я не отношусь к группам риска, но все равно, чисто теоретически, перспектива пролежать в больнице порядка 12-15 дней, но еще иметь вирусное воспаление, это, наверное, не очень хорошая перспектива. Поэтому, конечно, это не самое веселое время в нашей жизни. Я живу в Украине, вот у нас так тут не весело, с коронавирусом вообще не весело. Но вот эта массовая паника, которая происходит, и я хочу сказать, что люди не совсем до конца понимают, к чему это, в конце концов, приведет. Я уже в одном из видео говорил о причинах этой паники, и я понимаю, что многие люди с этим практически ничего не могут сделать. Они подвержены, они имеют к этому склонности, тем более мы действительно не защищены в нашем государстве. И каждый человек практически сам для себя остается, поэтому такая агрессия, поэтому такая паника. Но меня больше всего волнуют экономические последствия, которые возникнут после окончания пандемии и отмены карантином. Потому что доллар растет, и неконтролируемо растет, инфляция уже происходит, насколько я понимаю. Я был в магазине, цены выше. И эти люди, которые сейчас паникуют, скупают продукты, скупают антисептики, к сожалению, не поддерживают всю эту панику и панические настроения, эту инфляцию по факту. И все вот эти стагнационные, негативные экономические последствия. Вот это вот по-настоящему страшно. Потому что да, карантин, ну и коронавирус, это пандемия. Есть это неприятно. Вот сколько мы будем в карантине, тоже неизвестно. Тут остается только это принять и прожить эти моменты с мужеством. И я понимаю, что каждому из нас сейчас нужно очень много жизненного мужества, это и жизненной устойчивости. Наверное, это тот период времени проверки, который тестирует каждого на жизненное мужество, на то, как мы справляемся с проблемами, насколько мы можем смотреть этим проблемам в глаза. Не избегаем им этих проблем. И не поддаемся ли мы каким-то эмоциональным решениям, когда пытаемся справляться с этими проблемами. Я понимаю, что перед каждым из нас стоят такие вызовы, и жизненное мужество, это, наверное, то важное, что нам стоит иметь в этой ситуации. Иметь трезво, рационально, обдуманно, принимать решения и смотреть этим сложным задачам в глаза, и воспринимать проблемы не как безвыходную ситуацию, не как опасность, а как возможность, как задачу, которая требует решения, которая может нас вывести на новый уровень. Потому что часть людей воспринимают проблему, ну, тоже коронавирусную пандемию, как глубочайшая опасность, которая нанесет им неуправимый бред и урон. Да, это может быть так, но и в то же время это задача, которая требует решения. И от того, насколько мы эффективно решим эту задачу, зависит наше будущее. Я, честно говоря, думаю, что, в принципе, отношение людей к проблемам как с задачам, это есть очень важное ментальное изменение в психологии человека. Воспринимать проблему не как патовую ситуацию и опасность, как возможность. С пониманием того, что любая задача имеет пути решения. Главное их найти. А для того, чтобы их найти, нужно трезво мыслить и уметь, вы знаете, остановить поток своих переживаний и вовлечься в реальную деятельность, которая поможет в решении проблем. Для этого, конечно, нужно понимать свои ценности, свои ориентиры в жизни. Для этого нужно развивать свои навыки решения проблем, то есть не избегать жизненных сложных задач. понимать, понимать, что каждая сложная задача делает нас лучше, дает нам новые возможности. И на этом пути, конечно, нам помогают и наши близкие, и люди, которые нас окружают. Конечно же, это все помогает нам на пути решения этих задач и дает нам, и добавляет этого жизненного мужества. Я хочу сделать акцент, что мужество никогда, знаете, неделимо, наверное, с мудростью. Потому что безрассудное мужество, так называемое, в кавычках, это не мужество, это именно как бросится грудь на абразур. А мудрость это способность видеть глубокий смысл и причинно-следственные связи в нашей жизни. Но для того, чтобы это увидеть, необходимо регулярно проходить по циклу обучения, который невозможен снова-таки без мужества. Есть планирование, есть деятельное соответствие с планом, есть результат, который мы получаем, есть важный этап, это рефлексия, то есть обдумывание этого результата, когда мы думаем, что мы сделали не так, что можно сделать лучше, как можно исправить ситуацию, как можно исправить ошибки, тогда мы создаем новый план, и мы по-другому начинаем действовать. эти люди, которые упускают этап рефлексии, которые избегают деятельности, естественно, они завершают этот положительный цикл, цикл обучения. на пути этого мужества, на пути этого мужества, естественно, важна забота о себе, то есть доброжелательное отношение к самому себе. Это очень важная часть. Если мы будем игнорировать свои потребности, то, вы знаете, становятся бессмысленными вот эти вот решения, этих задач, потому что человек действует по каким-то там чужим стандартам, чужим планам, чужим ориентирам, возможно, даже в ущерб в себе, возможно, удовлетворяя свои потребности. И, конечно, тогда, знаете, любая задача для него становится очень непосильной, сложной и катастрофически страшной. Я думаю, что также важным является иметь, ценности я сказал, но также иметь цели и действовать в этой жизни. Это очень важно, не избегать этой деятельности. Я хочу это подчеркнуть. Потому что наша жизнь состоит из деятельности, из планирования деятельности, то есть тот цикл, который я только что описал. И вот эта вот деятельность, она является очень важной, когда мы находимся не в хаотичном каком-то бесмысленном движении, а в осознанном движении в соответствии с нашими целями, в соответствии с нашими ценностями, когда мы поднимаемся ступенька за ступенькой. Ну и естественно, в этом пути важна доброжелательность не только к себе и забота о себе, но и доброжелательность к другим людям. тогда мы можем надеяться на их поддержку и мы можем поддерживать их и тогда мы находимся в гармонии. У нас есть баланс между нашими потребностями и потребностями окружающих людей. И вот этот баланс между жизненным мужеством, между ценностями, между жизненной мудростью, между целями, которые мы вставим в нашей жизни, напрожелательностью к себе, к окружающим, деятельностью, которую мы можем иметь в жизни, лежит путь человека эффективного в этой жизни. И сейчас вокруг мы видим много людей не очень эффективных, к сожалению, которые боятся проблем, которые боятся и понимают слово проблема как пат, мат, понимают как проигрыш, понимают как опасность, которые не чувствуют себя счастливыми, которые, ослепленные своими эмоциями, принимают неверные решения, которые живут не майнфлумен, которые живут неосознанно, и я призываю всех к тому, что, наверное, этот путь, который я описал до этого, мы можем учиться этому пути. Это навык, который мы можем формировать. Если вам сложно это делать, то вы можете обратиться к специалистам для формирования этих навыков. я хочу сказать, что каждый из нас может быть эффективным в этой жизни, если он захочет. Понятно, не каждый из нас может повторить путь Билла Гейтса, Урена Баффета, Цукерберга. Это возможно только для единиц, но эффективным и счастливым можно быть каждым. И сможет он справляться с трудностями, которые возникают на пути нашей жизни. Поэтому я хочу отметить, что те панические настроения, которые сейчас присутствуют в обществе, они к сожалению, как раз связаны с тем, что люди во многом идут не по этому пути и не обладают теми качествами, которые помогают им быть эффективным. Несмотря на то, что нас забросило государство, но можно не забрасывать самого себя. Поэтому заботьтесь, пожалуйста, о себе, дорогие друзья. И возможно, эта забота поможет каждому из нас и обществу в целом выйти из этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире эффективно и достойно и с наименьшими потерями.